Привет, меня зовут Николай, я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей. Так и родился этот проект, 10 фактов, 3 задачи из интересной книги. Сегодня как никогда. Волнительно, потому что к нам в гости заглянул Ханс Рослинг с книгой «Фактологичность. 10 ошибочных представлений про мир и почему все намного лучше, чем мы думаем». Вместе с ним, как водится, прикатились остатки из бутылочки красного сухого шатоля «Кавдерок» 2017, регион Бордо, Купаж, Мерло и Каберне-Савиньон, ведь не бывает хорошей книги без бокала хорошего вина. Фактологичность книга, которой бы абсолютно точно хватило на 3 ближайших выпуска по 10 фактов и еще бы чуть-чуть осталось. В этом смысле всегда очень волнительно делать обзоры таких книг, потому что хочется рассказать очень много, чтобы уместиться в 600 секунд, и никогда не получается. Особенно эта книга актуальна сейчас, в той уникальной ситуации, в которой оказалось все человечество. В марте-апреле 2020 года я имею в виду пандемию коронавируса и тотальную изоляцию, обсервацию, социальную дистанцию и карантин. Мы их читать быстро вообще не вирусологи, и поэтому старательно обходили эту тему стороной, не выпускали топ-10 книг про самые страшные эпидемии или топ-100 книг, которые вам нужно обязательно прочитать на карантине до завтра, но тут не удержались. Фактологичность — это абсолютный мастерит в тех условиях, в которые мы попали. Вся книга в одном предложении. Мир совсем не такой, каким мы видим его из новостных лент. Если мы хотим понять, что происходит на самом деле, то нужно научиться нескольким базовым приемам и воспользоваться соответствующими инструментами. Недавно мы разбирали книгу Андрея Ковилл «Релевантность», и я тогда сказал, что единственное хорошее, что в ней есть в этой книге, это то, что она четко разделена на 10 глав, каждая из которых заканчивается практическими задачами, и поэтому было очень легко уместить ее в формат 10 фактов, три задачи, 600 секунд. С этой книгой та же история, но со знаком плюс. Даже три обзора не уместят всего полезного и интересного, что в ней есть, поэтому давайте попробуем вычленить основное. И вы не забудьте, пожалуйста, подписаться на канал, поставить палец вверх, нажать на колокольчик, написать комментарий, как обзор, как книга, читали ли, с чем согласны, с чем не согласны, и какие книги хотите увидеть в обзоре на разборе «10 фактов, три задачи». Еще, поехали. Полярный мир. Нам всем присущ так называемый инстинкт разрыва. Он говорит, что мир делится на бедных и богатых, на добро и зло, на плохо и хорошо. На самом деле это совсем не так, и в нем полно полутонов. Кроме всего прочего, мы привыкли еще делить мир по тому, как хорошо в нем живется, или по качеству жизни этого мира, на христиан и мусульман, на Европу и Азию, на демократию и тоталитарные режимы, на какие-то либеральные вещи, консервативные. А Ганс Рослин говорит, существует единственный критерий, который говорит нам о качестве жизни людей. Это уровни, или он их называет ступени дохода. На первой ступени живут люди, которые зарабатывают до 2 долларов в день. Это 1 миллиард человек по всей планете. На второй ступени живут люди, которые зарабатывают до 8 долларов в день. Это 3 миллиарда людей. Третья ступень 32 доллара, это примерно 2 миллиарда. И больше 32 долларов, так называемый зажиточный мир, это 1 миллиард. Куча вещей, происходящих в мире, происходит не повсеместно по всему миру, а в пределах одной из ступеней. Например, детская смертность от диареи, которая уносит почти 300 тысяч жизней каждый год, она происходит исключительно на первой ступени. Что делать с инстинктом разрыва, который говорит нам о том, что мы живем в полярном мире? Значит, для начала нужно понять, что его подпитывает. Его подпитывают 3 вещи. Это сравнение средних показателей, сравнение крайних значений и общий взгляд на картину сверху. Вот постарайтесь избавиться от этих всех трех вещей, и мир станет чуточку лучше, он по крайней мере перестанет быть полярным. Теперь вы знаете, что он делится на 4 составляющие части. Кроме этого, жажда плохих новостей. Хорошие новости – это не новости. Постепенное улучшение ситуации – это тоже не новости. Факт про то, что нужно ждать плохих новостей, базируется на том, что медиа и наше восприятие мира построены таким образом, что нам легче обращать внимание на плохие новости, а медиа их проще продуцировать. Сегодняшние новости, которые прямо в марте-апреле 2020 года происходят, иллюстрируют этот пример максимально хорошо. При этом вы должны понимать, что любая плохая новость, она должна быть рассмотрена в динамике. Будет еще сегодня пример с детской смертностью, он прямо идеально иллюстрирует этот тезис. Очень часто мы получаем больше плохих новостей не потому, что ситуация ухудшается, а потому, что мы просто активнее реагируем на такое. При этом мозг склонен идеализировать прошлое и приукрашать действительность, которая на самом деле была не такой. Вот эти все истории про вот, а вот раньше трава была зеленее, на самом деле нет. Объективные цифры, на которых вы можете базироваться, связанные с качеством жизни, с ее продолжительностью, с безопасностью, с здравоохранением, они говорят, что никогда в мире еще человечество не жило так хорошо, на всех четырех ступенях, до двух, до восьми, до 32 и свыше 32 долларов, как сейчас. При этом в моменте графики происходящего, вот как сейчас, например, с пандемией по коронавирусу, могут вас пугать, потому что мы все привыкли строить прямые линии. И в этом как бы заключается третий факт, что не стоит строить прямых линий. График, который вы видите перед собой, каким бы страшным он ни был, скорее всего это часть какого-то большего графика, который должен быть рассмотрен в динамике. Вот та самая, самая страшная экспоненциальная кривая, на которую сейчас все смотрят, она в какой-то момент взмывает ввысь, но как правило она является частью S-подобного, ну латинской S, графика, где обязательно будет плато и будет спад. Вопрос только в том, как быстро, и это зависит, конечно, от нас с вами. В книге есть отличный пример про младенца, который растет в первые месяцы своей жизни на 10 сантиметров там каждые условные 30 дней. Если экстраполировать эти данные вот на график и построить график ожидания, с учетом средней продолжительности жизни, то 30-летний человек должен достигать нескольких десятков метров в высоту. На деле так редко происходит, ну то есть никогда вообще не происходит. вот эта прямая, то с каким не мигающим, загипнотизированным взглядом мы на нее смотрим, она иллюстрирует тезис про то, что страх плохой помощник. Мыслить критично всегда сложнее, чем эмоционально мыслить. И практически невозможно мыслить критично в ситуации, когда вам страшно. Вместе с тем критическое мышление это единственный спасательный круг в момент, когда вам действительно угрожает опасность. Фильтр внимания работает всегда хорошо. Его задача защитить нас от перегрузки информационным потоком, но при этом в самом фильтре вот этого внимания, который нас ограждает, есть так называемые дырки инстинктов. Рослин говорит о том, что как раз эти дырки инстинктов выпускают в нашу жизнь все страшные и ужасные новости. СМИ, журналисты в СМИ хорошо об этом знают и не тратят время на новости, которые не пройдут ваш фильтр внимания. Поэтому никто не напишет про то, что самолет совершил успешную посадку в таком-то аэропорту или о том, что заболевание от вируса Эбола успешно продолжает снижаться. Все будут писать о том, что самолет разбился и о том, что кривая взмывает вверх. Успокойтесь и только потом продолжайте. Помочь успокоиться поможет разбивка явления на части. В первом факте мы говорили о том, что общий взгляд на картину не работает, ее нужно декомпозировать, то есть разбить на части, чтобы понять, что происходит. Это и есть пятый факт книги. Смотрите на вещи декомпозировано или в пропорциях. Количество в абсолютных цифрах всегда пугает, особенно если вы добавляете к нему приставку «уже». Вот психологически этот прием работает так. В следующий раз, когда вы будете читать новость про количество заболевших коронавирусом или количество смертей, задумайтесь над тем, что вы точно проговаривая это, в мозгу добавляете приставку «уже». Уже 2,5 миллиона заразившихся, уже такое-то количество умерших, уже. Вместо этого ищите коэффициенты и ищите, с чем можно сравнить полученные результаты. Вот все познается в динамике. В книге есть очень крутой пример, который говорит, цифра детской смертности 4,2 миллиона человек за 2016 год сама по себе ужасна. 4 миллиона детей умерли, не дожив до первого года своей жизни в 2016 году. Но 2 года назад, в 2014, она равнялась 4,5. А в 50 году она была 14 миллионов. 14 миллионов детей погибали в первый год своей жизни. Любая человеческая жизнь важна. Но в динамике цифра 4,2 вселяет скорее сдержанный оптимизм, чем ужас. Если применить к этим значениям показывающий процент смертности от общего количества детей коэффициент, то окажется, что в 50 году родилось на свет 97 миллионов детей, а в 2016 141 миллион. И таким образом получается, что в 50 году смертность была 15%, а в 2016 всего 3%. Да, 4 миллиона это катастрофически много. Но мы прошли путь с 50 года и сократили этот показатель с 15% до 3%. С помощью общей картины и отсутствия динамики и пропорций создаются медиавирусы. Когда бушевал свиной гриб, по статистике за тот период, что погибал 31 человек, за этот же период в интернете появлялось 253 тысячи статьи, посвященные свиному гриппу. Получалось в среднем 8176 статей на одну жертву. Я думаю, что в случае с коронавирусом мы получим в разы больше публикаций, по той причине, что он практически сразу начал бушевать на 3-4 ступени, там, где люди больше уделяют внимания здоровью, безопасности, больше подвержены получению информации из средств массовой информации, и поэтому люди больше подвержены панике. По сравнению с первой и второй ступенью, где за этот же период, что умер 31 человек от свиного гриппа, погибло больше 63 тысяч человек от туберкулеза. И при этом все время сомневайтесь в категориях и классификации. Самая большая работа в рациональном мышлении, она проделывается с группами. Вы должны находить отличия внутри какой-то группы данных, вы должны находить похожие характеристики за пределами анализируемой группы, и должны находить отличия между группами. Про категории и классификации лучше, конечно же, почитать в книге, там про это больше описано, но самое главное, что отсюда нужно вынести, самые яркие примеры, которые попадают в новостные ленты, это скорее исключение, чем правило. Когда вам пытаются навязать мнение большинства, всегда уточняйте размер этого самого большинства, потому что 51% и 99% в обобщенном виде выглядят как большинство, но не являются таковыми по факту в одном из случаев там, где 51%. Кроме всего прочего, вот этот самый эффект обобщения может сильно изменить те самые 51 или 99% в вашей конкретной местности или на вашей конкретной ступени, то есть 51% там условно всей страны, это не то же самое, что 51% в отдельно взятой области, или 51% всего населения, это не то же самое, что 51% людей с высшим образованием и доходом выше такого-то. Не переносите свой житейский опыт при перемещении между уровнями, и помните про студентку, которая чуть не потеряла ногу из-за лифта, она просто решила, что лифты в Индии работают так же, как и в Швеции, и что если ногу в закрывающуюся дверь засунуть, то дверь, соответственно, откроется. Но нет, ногу прищемило, лифт поехал наверх, и студентку чудом удалось спасти. Как все не обобщать и классифицировать правильно? С одной стороны, это больше путешествовать, а с другой стороны, не думать, что вы умнее остальных. Если люди в Египте, которые строят полдома и живут в нем, по вашему мнению, глупые, то вам будет удивительно узнать, что они делают так просто потому, что это их единственный шанс не обесценить накопление, а строить по чуть-чуть, чтобы через 15-20 лет дети могли получить свое первое жилье и перейти на следующий уровень. Помните о том, что медленные изменения, как в строительстве с домом за 15-20 лет, это тоже изменение. В мире нет практически ничего, что не менялось бы. То, что кажется нам неподвижным, просто меняется не так быстро, как все остальное вокруг. Неподвижность особенно хорошо заметна на коротких от рисках времени, но при этом, если вы поговорите со своим дедушкой о таких базовых вещах, как безопасность, медицина, продолжительность жизни или количество детей в семье, то увидите, какие кардинальные изменения произошли в каждой из сфер за последние 30-40 лет. Именно поэтому важно обновлять свои знания, следить за тем, что происходит и оставаться эластичным. Пользуясь случаем, очень я рекомендую вам книгу «Эластичность» Леонарда Молодинова. Она про то, как правильно получать и управлять знаниями в этом изменчивом мире. Помните о том, что лучше получить набор инструментов, чем один молоток. Однобокость в суждениях, идеях или оценках происходящего всегда ограничивает ваше понимание происходящего. И чтобы видеть ситуацию со всех ракурсов, вам нужен не только молоток, а набор всех инструментов. Анализ – это один из важнейших этапов познания. Глупо собирать только те примеры, которые подтверждают вашу правоту, так вы никогда не найдете верного решения. И то самое верное решение, которое редко когда бывает простым, потому что настоящие прорывы случаются на стыке ситуаций, идей, сомнений, сложных конструкций. Постоянно обновляйте свои знания, общайтесь с максимальным количеством людей вокруг, для того, чтобы со многих ракурсов смотреть на происходящее. Откажитесь от поиска виноватого. В любой нестандартной ситуации важно найти причину, а не виноватых. Не менее важно найти систему, которая поможет решить эту ситуацию, а не героев, которые вызвут ее быстро-быстро разрулить. Когда что-то пошло не так, виноватых редко, поиск виноватых редко, когда убережет вас от повторения подобного в будущем. В то же время, если вы начнете анализировать многофакторные связанные между собой события, то, возможно, найдете забавным тот факт, что очень часто что-то плохое случается в тех обстоятельствах, где никто вовсе не хотел причинить вред. В это же время любая плохая ситуация, которая разрешена с помощью геройства одного человека, это крайне тревожный звонок, потому что в следующий раз этого человека может не оказаться в нужное время в нужном месте, и тогда уже будет не расхлебать. И доверять следует системе, а не героям. Именно поэтому нужно выстраивать системные решения. А системные решения выстраиваются только с помощью эффекта малых шагов. В этом и есть десятый факт. В любой стандартной, особенно нестандартной ситуации, старайтесь избегать паники, эмоциональных оценок, обращайте внимание на цифры и рассматривайте абсолютно все прогнозы. При этом избегайте радикальных решений, двигайтесь потихоньку, маленькими шагами, потому что в моменты, когда от вас требуется по-настоящему срочное и важное решение, критически важно быть, как говорится, с горящим сердцем и холодным умом. Хорошо, что такие ситуации случаются нечасто. Три задачи. Значит, первая обязательная задача – перечитать книгу еще раз. Вторая задача – декомпозиция. В любой непонятной ситуации, при любом кризисе, явление должно быть разобрано на составляющие части, и там внутри наверняка будут зоны, которые можно улучшить и избежать самого негативного сценария. И третья задача – это маленькие шаги, постоянные изменения и оптимизм. Все эти задачи я записываю в букнот, блокнот для осознанного чтения. Что это такое, кому он нужен и почему он является лучшим подарком для любого книгомана, можно прочитать на сайте буква.инфо, там же можно посмотреть на фотографии или его заказать. Я отдельно хочу, уже не в рамках книги, сказать, что у Рослинга был подробный рассказ о том, как на самом деле происходила вспышка Эболы и что за ней стояло, вот того самого вируса, который впервые показал современному миру, что такое пандемия с экспоненциальной кривой. И как, в общем-то, работает человеческий мозг в режиме паники и в режиме срочно делать, разбираться будем потом. Мы добавили это описание в статью про обзор этой книги на сайте читайбыстро и позволили себе сравнить с текущей ситуацией с коронавирусом. Надеемся, результаты вас вдохновят и подарят вам немножко оптимизма. Ссылка на статью, конечно же, в описании под этим видео. Это был проект читайбыстро, буква.инфо. Постарался я уложиться в 600 секунд, но книга такая, что еще бы три раза по 600 секунд, чтобы было максимально полезно. Подписывайтесь на канал, приходите к нам на сайт, читайте больше про букноты и тетради для развития беглого чтения, про наши смарт-конспекты, в общем, про все то, что делает нас чуточку лучше, как и бокал бордо 2017 года. Это был проект читайбыстро, буква.инфо. Больше нам хороших книг. Увидимся через неделю. Читайте книги, слушайтесь маму, хорошего вам дня. Пока.